Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру черепашки ниндзя легенды и хочу вас всех поздравить с наступающим новым годом, а тот кто уже посмотрит в новом году, то с новым годом. Ну что ребята, последняя серия у нас в этом году по черепашкам, так что поехали, ежедневные награды забираем, переходим с тобой в магазин, так бесплатно у нас здесь выпадает, кто там такой, ага Леонардо, Лео выпал, так забираем здесь за открытие колоды и быстренько идем, наверное в наш список, где нас ждет паукус и его навыки, непрокаченные. В общем два ящика с инструментами, будьте добры, один и второй, спасибо, прокачиваем ему до четвертой степени навык зубастый, шикарно, так и теперь нужно прокачать до пятой ступени, для этого нам нужно с тобой 10 пленок катушек с пленкой, так одна, только одна, вторая, третья, четвертая, ну как-то слабо идет, да, поиск, пятая, нужно 10, да, шестая, седьмая, восьмая, ну давай тогда уж последние две, плиз. Ну что там, доска какая-то для серфинга, все, и последняя, опять доска для серфинга, ай, все, нашли друзья. Так, и нам нужно будет еще потом найти с тобой 10 знаков, но это уже будет в следующей серии. Так, давай-ка мы заберем здесь с тобой награды, зайдем быстренько с тобой сюда и посмотрим. Блин, у нас открытый эксперт, но усаги я думаю нам не нужен, хотя ты посмотри, здесь можно пита выловить. Слушай-ка, здесь случайно, блин, я не помню. Платиновый дух, а тут-то что такое? Что у нас в платиновом духе? Слушай, давненько я не проходил этого события. Дух платиновый. Давай, наверное, попробуем, а? Мы все равно с тобой ничего не теряем. Я поставлю сразу на автобой. Тут у нас, как ты понимаешь, три волны будет, и это, помнишь, тот самый гриб, противный гриб, басяцкий, которого мы в свое время проходили в основной сюжетной линии. Он был там главным боссом. Но, тем не менее, мы его прошли, и я бы не сказал, что это было как-то долго, хотя вру, это было долго и потно. Пришлось там, конечно, попыхтеть, но мы его все-таки одолели. Ну, а здесь, как ты можешь понимать, мы его вообще порвем на изи, так как бойцы у меня уже здесь довольно прилично прокачаны. За исключением, конечно, наверное, Тимати и Змейка Вьюна. Да, они имеют 70 уровень, что не очень хорошо для босса. Вот сейчас мы его и глянем. Какой там уровень? Уровень какой? Вот он, гриб под осиновик. 100% это какой-то гриб-пришелец. С какой-то пипкой еще такой у него. Что это такое? Ты вот весь с ними. Это, наверное, фигня, которая присосалась, да? Ох, ничего себе, он понижает атаку. Постепенный урон вешает. Зашибись, вот тебе и грибочек. Так, ну здесь мы его, конечно, ушатали. Ушатали, но он и уровнем был поменьше, поэтому особого урона он нам не наносил. Так, давай двигаться дальше. Снаряжение Дух мы получили. Эпизод 2. Здесь уровень уже 80 у противника. Я, наверное, сделаю... Вот так. Уберем с тобой Тимати, на всякий случай, от греха подальше. И посмотрим, сможет ли автобой разрулить здесь ситуацию. Так, у Саги ты бы, конечно, мог бы... А, он и сделал, в принципе, да? Двойную атаку на всех повесил, почти на всех. Так, ушатываем. Пью. Так, подожди, может быть, все-таки самому здесь нужно играть? Что-то как-то мне не нравится положение наших дел. Давай-ка пробьем. Четенько. Так, приходим с собой на вторую волну. Здесь у нас будет... Ага, бронированные тарканы плюс тля. Естественно, сделаем понижение атаки. Вырубать. Кого вырубать-то нам лучше? Давай, наверное, здесь мы сделаем баф. Баф у Саги очень великолепен. С контратакой все как полагается. Запах изо рта. И... Вот этого, наверное, вырубим. У остальных идет пониженная атака. Так, минус. Хе-хе. Так, бронированный таркан. Ну, куда ты прешь, а? На-ка. Это все контратака, ребята. Да ладно. Вот, молодец. Ну что, грибок. Нам нужно его как можно быстрее ушатать, пока он не повесил на нас дебаф. Вот этот всякий негатив. Именно с постепенным уроном. С пониженной атакой. Поехали. Может быть, даже заблокировать получится. Нет, не вышло. Проникающий удар. И... Делаем добивку. Все. Тут мы с ним очень лихо разобрались. И мы с тобой двигаемся дальше. Ну, давай-давай-давай. Прогружайся. Быстрее. Снаряжение дух. Поехали. Так. Ну, тут, как видишь, 90 уровень. Я думаю, что здесь уже надо убирать и змейка Вюна. Потому что он в зоне риска. Причем в офигенной. Грибы. Твою же налево. Как они меня раздражают, если честно, эти грибочки. Давай, наверное, сделаем с тобой массовую атаку все-таки. И быстренько уничтожим эти грибочки. Ну, я надеюсь. Так. На всех висит постепенка. Так что давай вот этот вот. На тебе. Переходим на вторую волну. Это что такое там? Это... Хэппи... Фастер? Слушай, я не помню такого, если честно. Что еще за хэппи-фастер? Так, надо грибы валить. Давай-давай, добивай. Отлично, молодец, красавчик. Может, вертушку, да, вертушку сделаем? Хэппи-фастер. А вот и сам гриб под осиновый. В зоне риска Джастин. Со своим 80 уровнем. Так, ну что он тут? А, он еще и первый ходит. Вот этого я и боялся. Давай-ка сделаем с тобой баф. Окей. Ну, постепенно урон не убрали, да, у нас? Так, посмотрим. Дыбавчик-то не сработал все-таки, ребят. Ух, давай проникающий. Что-то мне кажется, Джастин сейчас у нас погибнет. Ай-яй-яй-яй-яй. Он не блокируется, что ли? Я не могу понять. Мимо. На тебе контратаку. Эх, Джастин, Джастин. Что, моему... А, моему скорость понизили. Пробьешь лево? Есть! Да, друзья мои, это было великолепно. Давно, давно я этим грибом не занимался. И, как видишь, все у нас отлично получилось. Я его наказал. Но было довольно так опасненько, да. Джастин там практически уже погиб. Все. Мы прошли с тобой это событие. Так, ну, а здесь я хочу... Попробовать все-таки достать шинигами. Как же тяжело она добывается, ребят. Ну, что это такое, а? Я не могу ее выудить. Опять мне лисица достает. Нет, не хотят. Майки кто угодно, но только не шинигами. Мне даже немножко как-то обидно становится. Ладно. Так, ну что, бежим с тобой на турнирную арену. Мы с тобой в Лиге Мастеров Одна Звезда. Меня это не устраивает вообще ни в коем разе. Так что давай начинать бомбить. Поехали. Начинаем с самого начала. Раз, два, три. Бибопчик. По-моему, даже два бибопа, да. Один панк, другой обычный такой. Бандит-разбойник. Твич. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, Донни, давай, прожигай. Красавчик. Ну что, это у нас легкая довольно победа была. Мы с тобой двигаемся дальше. В Лигу Мастеров сегодня надо добраться. Три звезды. Кровь из носа. Чего хочешь, делай, но добраться до трех звездочек нам нужно. Сорок седьмая позиция. Кстати, в магазин давай-ка забежим. У нас с тобой достаточно монет. Ну что, ребята, еще 15 ДНК и шенигами у нас прокачается. По-моему, по полной программе. Блин, а что это я здесь-то не доделал? Ай-яй-яй, как так можно было сделать? Почему я так лопухнулся? Надо проходить. Это не дело. Оставлять на полпути. Джастин, родной. С одним зубом он что ли там, да? Ты видишь, у него там один зуб какой-то. Валуном. Точно, будем бомбить валуном. Ать. Как ты выжил-то, Джастин? И последняя. Последняя волна. Здесь у нас бибуб и мутагеноид. Я сделаю, наверное, ярость Рафа. Под яростью. Да еще вот так вот, если. Но неплохо. Ну-ка. Да что ж такое-то. Не вырубили. Хм. Отложенная смерть? А если я сделаю ракеты? И добьем мутагеноида. Все, ребята, прошли. Серия испытаний. Теперь нам нужно, по-моему, если не ошибаюсь, поднять уровень персонажа еще, да? А мутагена у меня мало. Так что теперь уже придется идти на арену и зарабатывать тот самый мутаген. 17. 17.23. Спасибо большое. Так. Возвращайся, Шреддер. Возьмем Леонардо. Блин, Крип. Кто ты такой? Ребята, кто такой Крип? Это, наверное, какой-нибудь чувак, который провалился в болото, наверное, да? И на него капнули мутаген. Потому что он как болотная тварь выглядит. Из, знаешь, эти, есть антигерои компании DC. Вот там есть пугало. Помнишь, да? С которым Бэтмен дрался. И есть тоже какое-то там чудовище болотное. Так вот, в Черепашках Ниндзя тоже вот это вот чудище какое-то болотное, наверное. Может быть, я не прав. Ты можешь меня поправить в комментариях. Спокойненько причем. Мне кажется, что это какой-то действительно чувак. Защитник, блин, я не знаю, болот. Что-нибудь в этом роде. Типа нашего водяного, лешего. Такая смесь. Ну что, 36-я позиция, да? 36-я позиция, 17-23. Мы с тобой находим. Шреддер плюс Усаги. Это взрывная комба. Рвут и мечут любого. Кто им на пути не стоит. Почему? Потому что, ребята, у них офигенная инициатива. Особенно Усаги. Мне нравится, как у него ушки там под этой панамой висят. Спокойненько, на расслабоне, да? Он, видимо, еще их как косы заплетает. Резиночкой. Так, ну-ка, давай. Ты бич. Красиво. Красиво, Шреддер. Тут не поспоришь. Молодец. Ну что же. Двигаемся дальше. С 36-й позиции мы переходим на 26-ю. То есть 10 ступенек пролетели. Ну что, давай посмотрим. Выпадет нам с тобой 17-23. Или не дадут опять? Пока не вижу, если честно. Не, скорее всего, не будет, да? Такого счастья нам. Есть. Такое счастье будет нам. Если очень долго мучиться, что-нибудь получится. Поэтому берем с тобой Шреддера плюс Армагон. Тоже, кстати, супер мощная комба. Армагон. Сам по себе не кисло сжарит. Ну, а Шреддер ты сам знаешь. Тут даже не надо ни о чем говорить. Все и так прекрасно уже изучили за эти полгода, что мы играем этими персонажами. Потому что супер Шреддер у меня появился, да, где-то, наверное, полгода назад. И с тех самых пор он у меня не покидает чарты нашего, как говорится, первого топа. Он все время там находится. И я об этом не жалею. Если мы с тобой кого-то найдем лучше Супер Шреддера, в чем я, в принципе, сомневаюсь, то, конечно же, я поменяю. Я не знаю, как Крэнк будет шпарить. И те же самые кролики. Их нужно прокачать по полной программе. И после этого только уже делать какие-то определенные выводы. Но, как видишь, Шреддер у меня прокачанный. И он в ус не дует. Он такой универсал. У него есть и атака, и отхил. Единственное, конечно, у него дебаф сразу вешается после суператаки. Причем такой дебаф не очень приятный, да. Понижающий нам меткость. Хотя, я смотрел, что и с пониженной меткостью он шпарит, будь здоров. Так, ну что, давай мы этих ребятурек с собой отыграем. Кролики, да? Кролики. Крис Брэдфорд. Слэш. Так, Майки двойная атака. Отлично. Дальше идет Супер Шреддер. Окей. После влупляем. Че влупляем-то, я даже не знаю. Ну, давай проникающий, наверное, сделаем по Супер Шреддеру. Ой, это обычный Шреддер? На тебе. Вот это вот понижение меткости, как видишь. И гранатометик. Все. Ванька, конечно, тоже молодец. Если его прокачать до суточки, мне кажется, он будет одним из топовых бойцов. Потому что у него есть две атаки. Пулеметная дробь. Даже три. Слушай, а граната это массовая атака или нет? По-моему, массовая. Или нет все-таки? Я не помню. Че-то я подзабыл. Из России с любовью. Я именно про этот скилл говорю. И ты, да, не помнишь? По-моему, массовая. Нет, массовая у него все-таки это гранатомет. И... У него гранатомет массовый. И получается только лишь базука. Точнее, блин, пулеметная дробь и базука. А граната, по-моему, нет. Это по одиночной цели бомбит. Ну что, зэк, давай понижай там всем. Ну, почти получилось. Почти. Ты бич. Давай, Пит. Красавчик. Железноголовый, ну что ты. Ай, Рокл, понятно. Рокл, вот одно название. Недоразумение какое-то. На его уровне, естественно, он не смог пробить. Он даже не попал. Ну что, ребят, вот он. Мастер две звезды. Радоваться пока еще рано. Впереди трудоемкая работа у нас. Берем вот этих вот, ребят. Откаты. Понимаешь, все дело в откатах. Откаты заканчиваются. Так, я уже посмотрел рекламу, по-моему, если не ошибаюсь. За 10 откатов. Врать не буду, можно будет потом посмотреть. Если посмотрел, то нам придется тогда покупать. Сегодня что, у нас пятница, да? Получается, суббота, воскресенье. Два дня остается. Кстати, мы не смотрели с тобой этот платиновые осколки. Это у нас последняя неделя все-таки? Или следующая? Надо, кстати, глянуть сейчас. Давай-ка посмотрим. Прямо сейчас и посмотрим. Так, 84-я позиция. Зайдем в список. 70. А мы с тобой получаем за первое место сколько? 75. Ребята, по окончанию этой недели, ну, то есть в понедельник, в понедельник мы с вами будем прокачивать персонажа в платиновый ранг. Я об этом уже давно говорил. Некоторые люди уже написали мне в комментариях, кого бы они предпочитали. Но это слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. То есть я не могу составить план, кто, ну, кто больше всего за кого проголосовал. То есть вот теперь, теперь уже действуем конкретно. Я не знаю, можно было бы как-то, я не знаю, если бы у меня был бы Дискорд настроен, можно было бы это сделать в Дискорде. Но опять же, не все же сидят, и не у всех есть Дискорд. Поэтому пишите мне в комментариях. Просто там, например, там, Alopex Plus, там, или, например, там, Shredder Plus. Ну, это я так приблизительно говорю. То есть, чем больше... Не надо писать, я бы предпочитал. Просто пишите название, например, там, Кожеголовый Plus. Или, там, Rockwell Plus. Все, мне так будет проще выписать себе, да, и посчитать голоса. Так, ну что, мы с тобой продолжаем. Мы с тобой продолжаем. В общем, на следующей неделе у нас с тобой появится еще один платиновый бойц. А вот кто это будет? Все зависит только от вас. Так, берем с тобой Супер Шреддеры. Давай-ка я возьму, наверное, Бак Старстокмана. И... Раз, два, три. Замечательно. В конце я еще раз покажу, кто у меня может подкачаться до платинового ранга. Чтобы вам было понятнее. Так, секундочку. Ну-ка давай. Все. Да, Бак Старстокман, когда получил сотовый уровень, я еще раз говорю, ребята, стал очень хорошо бомбить. Именно по инцитиве. Раньше он как-то хандрил. Но вот именно когда перешел на сотовый уровень, стал вообще другим персонажем. Так, ну что, у нас с тобой 9 откатов. Это, грубо говоря, 4 поединка. О, 17-24 уже добрались. Хм. Круто. То есть, это максималка. 17-24 это максимум. И персонажей у нас еще довольно много. Даже, возможно, мы с тобой... Нет, ну топовое место вряд ли мы сегодня, конечно, сможем забрать. Ну, может быть, где-то 30-50 место у нас будет. Я имею в виду в Лиге Мастеров 3 звезды. Так, Лево, давай свою вертушку козырную. Прописывай. Ребята, следующий год у нас очень-очень будет много новинок. Вообще, игровая индустрия, я там посмотрю, там столько будет всяких новых игр выходить. У меня уже куплено по предварительной... По предварительному покупке, да, 3 игры. То есть, только остается подождать время. Первая это в январе. Это будет у нас... Ну, опять же, это не на этом канале. Это будет на ПК-канале. То есть, который называется у меня Rayplay. Именно на том канале. Это будет первая стратегия про Рим. Пошаговая стратегия. Наподобие что-то WarTiles. Да, только WarTiles у нас... Такая где-то... Ну, в принципе, там тоже ходишь по миру. Но она, наверное, больше линейная. WarTiles как бы там на свой выбор, куда тебе пойти, что сделать. Ну, в общем, вот это будет у нас первая. Потом у нас Dead Light выходит. Всем известный, да? Вторая часть, естественно, вторая. И дальше пошло-поехало. Там в мае выходит. Потом ты не забывай, что ринг выходит у нас 22 февраля, по-моему. Про ТЖ, так сказать, Dark Souls, да? То есть, новинок будет очень много. Что в начале года, что в середине года, что в конце года. Так что... Без игр мы точно не останемся. А тем более я, ребята. У меня и там игры, и еще на Android мы снимаем. Так что я вообще просто кайфую. Так, ну что у нас тут? Давай обновлять. И... И мне 1724 не дают, а? Шитики, ты посмотри. Ты... Ну вы специально, что ли, так делаете? Ну ведь было же 1724. Я еще говорю, вот все, топчик. И... Что-то они передумали резко. Наконец-то. Так, давай, Шреддер. Погнали. Пока не передумали. Что-то мы играем с тобой, играем, играем, играем. А бойцов меньше не становится. И... А продвижение у нас как идет? Какой там у нас уже этот... Уровень-то? Я не посмотрел. Какое место мы с тобой уже занимаем? А так всегда, ребят. Как начинаешь куда-то отключаться, о чем-то там думать. Что-то рассказывать. Теряешь абстракцию и сразу же... И как бы... Ты играешь в игру, но твои мысли заняты совсем другим. Ты видишь картинку, но ты не замечаешь каких-то так мелочей. Да, у нас оказывается была 49-я позиция. То есть мы переходим с тобой на 40-ую. Где-то еще 4-5 поединка нам нужно сыграть. И мы с тобой уже перейдем на следующий ранг. Следующий ранг у нас это, конечно же, Лига Мастеров 3 звезды. Все, никак не могу, ребят, по вашим просьбам сыграть в Tower Conquest. Потому что третий канал, который я открыл совсем недавно, посвященный машинкам, гонкам и тому подобное, как бы съедает оставшееся время, которое я мог бы посвятить здесь. Да? Своему основному каналу. Ну да ничего, в следующем году обязательно поиграем в Tower Conquest. Там очень много чего хочется возобновить. Помнишь такую игру Unkiller, да? Помнишь? Вот, ее хочу вернуть. Надо допройти, там тем более было недавно обновление, много уровней добавили. Так что, посмотрим. Ну, опять же, все дело в пушках. Так как я в нее не играю, там с оружием беда просто у меня. А чтобы продвигаться дальше, не хватает мощей. А идти с какими-нибудь пукалками тоже не особо хочется. Стандов тут недавно, ребята, тоже скачал себе и... Ага, кончилось у нас. Тоже хочу поиграть немножко. Но самое главное, что я нашел офигенную игру. Подожди, секунду. А если мы с тобой вот так вот сделаем? А, там нужно... Там нужно 1750, понял. Нашел ту же игрушку, называется Фраг. Поиграл в нее. Ну, так, вначале запустил. Думаю, дай-ка гляну, что она себе представляет. Что-то меня так затянуло, ребята, вообще. Напоминает мне чем-то... Ну, по стилистике не сказать, что Бравл Старс. Но по самой тематике. То есть, ты бегаешь. Там тебе дается очень много разных персонажей. Все они имеют свои способности, свои скиллы. Но все стреляют. Вот. И ты бегаешь по арене. Тебе дается определенная арена. Ты по ней бегаешь, уничтожаешь врагов. И, соответственно, твой рейтинг повышается. Ты прокачиваешь персонажей. И все-все-все в таком духе. То есть, ну, мне понравилось... Не знаю, ребят. Я вам покажу в ближайшее время эту игру. Вы уж там сами зацените и заодно скажете, стоит ли в нее играть. Ну, это экшен. Экшен арена, так скажем. Мне понравилось. Довольно динамичная игра. То есть, там не постоишь, не поскучаешь. И, насколько я понимаю, там действительно реальные игроки. Там не боты играют, там реальные игроки. То есть, там турниры всякие. Прикинь, там обновления. То есть, она... Не просто там ее создали и забыли. Там действительно серьезная игра с рейтингами. И со всеми из нее вытекающими. Ну, в общем, увидите скоро и сами все поймете. Что еще у нас? По просьбам второго канала, где мы снимаем на ПК, я Валент Харт стал снимать, ребята. Но, опять же, столкнулся с проблемой. Вся музыка, которая в этой игре есть, она защищена правами. Поэтому серия, которая у меня была снята вчера, сейчас стоит в Ютубе на обработке. То есть, Ютуб автоматически убирает эту музыку. А это, соответственно, дополнительные траты времени. Соответственно, я не мог выложить уже сегодня. Хотя она уже закачана туда, на Ютуб. Но вот надо обрабатывать, чтобы эту музыку удаляли. Меня бесит, что Юбисофт, да и многие остальные команды, компании, берут музыку каких-то там малоизвестных, да, музыкантов, вставляют к себе в игры. Я не знаю, с разрешением или без. А к тебе потом идут претензии. С какого фига ты, парень, типа, вставляешь музыку в игру, которая имеет авторские права. Как будто я в этом виноват. Как будто это моя была идея, взять ее туда и всунуть. Как она идет по умолчанию, так она идет. Какие претензии ко мне-то, не у меня. Ну, в общем, ребят, с ними не поспоришь. Приходится эту музыку удалять через видеоредактор ютубовский, да, который там у них есть по умолчанию. Ну, а это, как еще раз повторяю, дополнительное время. И причем сам видос залить намного быстрее, чем его потом обработать, убрать эту музыку. Так что не удивляйтесь, если в некоторых играх, да, там где должна быть музыка или что-то происходить, да, какой-то тишина. Просто молчание. Да, там либо запрещенный какой-то контент был музыкальный, либо запрещенный видеоконтент. Ну, видеоконтент мы обычно сразу обрезаем и удаляем. Скорее всего, там должна быть какая-то композиция, которая запрещена. Это так же, вот как мы с тобой играли на Айосе в Звездные войны, да, Лего, ареновскую. Первый видос, который я заснял, он сразу же попал мне в бан. Мне пришлось, ребята, там почищать эту музыку. Видите ли, музыка из Звездных войнов под авторскими правами. Так какого фига вы тогда делаете игры, в которых вот эта запрещена музыка? Неужели вы думаете, что ее никто не будет, например, показывать в Ютубе, да, там кто-то в нее играть или на что вы рассчитываете? Да что, без музыки? Не, можно, конечно, играть без музыки. Но 30% игры теряет как бы вот это свой плюс. Ну, удалить игру. То есть сиди и в тишине дрынькой. Тоже, ну, понимаете, да, к чему я? Так что вот так вот, вот такие вот пироги бывают. Фух, ладно, что-то я разухарился, разгорячился. Ну, выплеснул, так сказать, весь свой негатив по этому поводу. Потому что, ну, действительно, у меня вот сколько игр. Помню, там, на третьем канале тоже хотел, там, гонки. Выпускаешь гонки, да? Вроде игра старая. Музыка. Ну, какая-то, может быть, музыка, блин, под запрещенными... Под запретом. И все-таки есть. Ты помнишь такую игру гонки по дракон-ролл, да? Старую, еще это сеговская игра. Там, оказывается, тоже музыка под запрещена. Потому что она под авторскими правами. Пускай она немножко переделанная, но... Ютуб, видите ли, улавливает нотки совместимости. И фиг тебе чего. Ты можешь играть, но будь добр, убери эту музыку. Здоровски просто. Так, ну ладно. Мы отвлеклись. Кстати, я нас поздравляю. Мы уже с тобой перешли. В Лигу Мастеров 3 звезды. Так что продолжаем дальше. Дальше рубиться. Я тебе... Какое обещал там место? 50-е, да? Ну, я думаю, что это так и получится у нас где-то. 50-е, 40-е. По 10 ступенек берем. Так точно. Ну, вот и славненько. Вот и славненько. Кстати, не забывайте также мне писать в комментариях, какую игру вы бы желали увидеть в ближайшее время на... в моем канале. И еще, ребята, просьба. Если вы пишете какую-то игру, то вы пишите... Если мы игры на ПК, то это, естественно, на втором канале. Не надо на втором канале писать игры от Андроида. Я все комментарии читаю на всех каналах, поэтому, ребята, мне не надо там делать на этом акцент. Вы просто как бы там засорять комментариями... Ну, это как можно сказать так с памяти, да? Это ни к чему. Пишите... Андроид, игры, приложения, пишите на этом канале. Если канал про машинки и гонки, то, конечно же, на третьем канале. Если игры на ПК, то уже на втором. И желательно, если вы игры на ПК какие-то предпочитаете, не надо там старые, типа там Far Cry 1, там еще какие-то игры, да, там типа... Прототип, Синдикат. Ребят, ну это уже просто морально устаревшие игры. И как бы даже в них играть-то, ну... Не особо хочется даже в графическом исполнении. Ну что ты? Будешь в этот пиксель сайт играть? Ну не особо тянет, согласись. А в остальном, в остальном все приветствуется. Ну и опять же, написали разочек, и все, ребята. Я прочитал, я запомнил. Не надо писать по 30 раз одно и то же. Да, я вот понимаю, тоже там... Человечек пишет у меня в комментариях, я создаю... Я сижу, создаю игры на канале, но меня никто не видит. Я уже считаю, комментарии там уже сами подписчики пишут. Да ты достал, типа, одно и то же пиликать? И он поясняет, типа, я... Не зря, типа, я делаю по два ролика в день, и никто не смотрит. Я могу сказать следующее, что вот этим призовом ты наоборот не привлекаешь к себе внимания, а наоборот отталкиваешь. Потому что, во-первых, ты на моем канале, как бы, делаешь просьбу, да? Которая никого не заинтересует. Вот, поверь мне, вообще не заинтересует. Тебе нужно немножко по-другому как-то это все делать. И желательно, наверное, не за счет чужих каналов выкарабкиваться, но где-то постить у себя там, я не знаю, в ВК или еще где-то там на классниках, где там сидишь. Вот. Таким образом ты никак не продвинешь свой контент, поверь мне. Так, ну что, друзья мои, остается совсем малька. И такие, кстати, комментарии, да, они, ребята, обычно удаляются, и потом сам человек, который их пишет, попадает в бан. А потом он удивляется, почему его забанили. Так что, как бы, не особо я бы тебе желал вот так делать. Ну что, ребята, продолжаем поединки. И еще вот игра мне понравилась, да, ребята, которая называется Выжившие, где мы играем за маму, ну так скажем, за женщину, у которой есть сын, да, эту женщину укусили, и она ходит с сыном, они выживают вместе. Эта игра новенькая, она еще в раннем доступе, но тем не менее, я уже в нее играю, и она меня зацепила. Вторая серия выйдет сегодня, на нашем втором канале. Я начал все заново, и не пожалел об этом, потому что игра засияла другими красками, когда ты все начинаешь делать правильно. Первая серия, это был первый взгляд, то есть там была куча ошибок всяких, да. А вторая серия, там уже все более четко и понятно. И я тебе скажу, что игруха с офигенной перспективой. Напоминает мне чем-то последний день на земле, на андроид, помнишь, да, была такая игра. То же самое, очень много крафта, очень много беготней, и за всем надо следить, только там ты играешь одним персонажем, а здесь ты играешь уже двумя, ну как бы двумя. Ты играешь за персонажа одного, это, да, мать этого ребенка, но ты не забывай, что мама укушена зомби, то есть у нее всякие там мутации происходят, от которых нужно лечиться, то есть ее пятая, десятая, и в то же время нужно пацана учить всяким навыкам, потому что от него очень много что зависит. Это будущий помощник раненой матери. Так что, ребята, если кому интересно, можете заходить на второй канал и смотреть эту игру. Ну и, естественно, делать свои отзывы, пометки, ну и также написать понравилось тебе или нет. Слушай, мне кажется, что мы сейчас с тобой таким успехом добежим до первого места, хотя вряд ли персонажей все равно не хватит у нас, да? Так. Угу. Ну ладно, давай еще потратим. Раз, два, три. Слушай, а вдруг получится у нас прямо сегодня добраться до топчика? Это же будет великолепно. Это будет вообще смачно, на самом-то деле. Поехали. Ага, на всех повесили постепенно, так что давай, Армакуша, добивай их. Так, у нас была двадцать девятая позиция, ну сейчас, наверное, будет максимально где-то двадцать, первая, двадцатая, может быть, даже девятнадцатая. И еще нужно два поединка загнать, получается. Смотрим. А, двадцать шестой даже, да? Восемнадцатая. То есть, если мы берем по девять ступенек, то мы с тобой сейчас пройдем. Змейками, блин, ну придется потратить откаты. Поехали. Ага. Давай, добивай. Слушай, ну мы тут с тобой мутагену набили, будь здоров, поэтому Микеланджело сегодня получает у нас следующий уровень. Это классно. Его нужно прокачивать до соточки. Ну вы сами просили, прокачай его до соточки. Вот я и качаю. Да ладно, нифига. А что мы так быстро-то взлетели? В общем, друзья мои, отлично. Вот скажи мне другое. Вот объясни мне, пожалуйста, такую суть. Ты видишь, да, у меня 86 тысяч 86 тысяч 480 кубков. Как вот этот парень с 8 тысячами на 80... А, подожди-ка. Не-не, все нормально. Я думал, что у него 8 тысяч 461. Нет, у него 84 тысячи 611. Просто это как-то ужали немножко. Я думал, как он тут может переплюнуть и стоять здесь. Все, ребята, это мой косяк, я не доглядел. Все нормально. Так, ну что, идем с тобой в задание. Поднимаем уровень персонажа. Где у нас майки? Вот он. Замечательно. 95-ый левел он зарабатывает. Так, здесь мы с тобой все забрали. Откаты, телепорты, точнее, нам пока не нужны. Так, что я хотел? Я хотел пройти серию испытаний. То есть, сметений из другого измерения, ребят. Ну что, поехали. Какая там у нас команда-то обычно была? Вот такая, вроде бы, если не ошибаюсь. Таким составом мы с тобой гуляли. А ну-ка, Ванюшу, в требуху, пожалуйста. Не? Зря ты это делаешь, парень. Так, надо его валить, Ванюшу-то. Пока не поздно. Укусик. Так, может быть, нам хильнуться, в принципе? А, мы сделаем немножко по-другому. Хотя уже поздняк что-то тут делать. Думал, сейчас с Шредером поставим с тобой скиллом на постепенное отхиливание и все будет окей. А вот сейчас можно, в принципе, это и сделать. Окей. Так, ну-ка. Нормально. Леонардо, теперь твой выход. Бакстер и Усаги. Все. Заодно и хильнулись, да? Чуткая. Хотя бы некоторые персонажи получили немножко здоровицы. Им, в принципе, немножко и не хватало. Так, ну что, двигаемся дальше. идем сюда. Так, подожди, зачем мне Рафаэль? Раз, два, три, четыре, пять. Можно было бы, конечно, Микеланджело взять как дополнительного лекаря. Но я думаю, обойдемся пока и без него. Ну что, Кирби. Гриб ходит первый. Я не знаю, я не знаю, насколько у него офигенная инициатива, но он постоянно ходит первый. Так, добиваем грибочек. И теперь бронированный таракан. Готов. Так, на второй волне у нас масса атака. Есть у кого-нибудь? Нету. Тогда сделаем пробивной. Волну смертельную. У этих постепенный урон. Ребята, не постепенный, а отложенный урон был. Так. Это у него месть стоит. А раз у тебя месть, тогда надо тебя валить. Ага. Готов. Так, и пиццелицей. Все, это не жилец. Хорошо. Сколько там нам еще стоит? По-моему, четыре поединка, если не соврать. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре. Да, четыре поединка. Все, ребят. Погнали. По Шурику. Раз, два, три, четыре. Мне еще нужно видос успеть выложить до Нового года, а время сейчас, извините меня, девять часов. Еще нужно подготовиться маленько. А что подготовиться, ребят? Я ничего не буду делать, потому что мне завтра с утра. Я просто лягу спать. В двенадцать часов и все. И никуда не пойду. Смысла нету идти, ребят. Так, ну что, давай, наверное, бомбанем ракетами. Теперь пиццелиц мы снимем. Блин, ааа, у этого провокация. Думаю, что такое? Так, все, броню сняли. Так, пиццелицей получи. Шерендер, добей его. Так, и Маузер несчастный. Дальше нас кто там встречает. Но тут лучше массовую атаку, наверное, сделать, да? Которой нету. А я хочу, наверное, хельнуться. Нет, не будем пока. Пока не будем. Так, ну-ка. Минус. Крип. Да что ж такое-то, а? Шипы, что ли, ну давай шипами фиксим уж. Уговорили. Сделаем шипы. Чтоб побыстренько их раскатать. Отлично. Ну что, остается последних три поединка. Три поединка отыграем и все. И у нас событие это будет пройдено. Сметение из другого измерения. Раз, два, три, четыре, пять. Взял специально сюда Донателло. Хочу поиграть им. Все, реке-то немножко пометать. Ну что, давай. Ага. Я думал, сейчас мы будем первым ходить. Поехали. Хопа. Минус один маузер. Минус второй маузер. И Джастин. Давай просто ударим. Ушатывай, ушатывай его. И переходим на вторую волну. Здесь у нас нейтрализатор, рахзар и муха. Что нам тут сейчас позволено сделать? Давай вот так сделаем. Смертельная вертушка от усаги. Это не жилец уже, да? Баксамуха. Постепенно урон уничтожит его. Ну, на улице уже фейерверки и салюты запускают. Так, давай сюда идем. Готово, ребят. Ну что, остается у нас с тобой два последних поединка. Или один? Нет, два. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Ага, зэк. Инициатива это у тебя хорошая, зэк, я знаю. Но усаги будет лучше. Мы его заблокировали, чем то можно. Сделать он ничего не сможет. Ага, две атаки. А мы сделаем вот так вот. Постепенное лечение. Ракеты. Так, зэк, упади в конце концов. А у тебя еще двойная атака. На тебе. Все. Переходим на последнюю волну. Раз, два, три. Кого замедлить? Вот этого, наверное. и волончик. Прекрасно. Вырубили. Вырубили. Все, ребята, идеально. Ну и остается у нас с тобой последний поединок. собрать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, я думаю, что этого будет достаточно. Ну что, Саблезук, ты у нас первый, да, под раздачу попадаешь? С какого перепуга он ходит первым-то, э? Эй! Зашибись, они сходили по разу. Это что, из-за того, что у них ускорение такое висит? Ха! Замечательно просто. Иди в топку. Так, повесим на себя защиту. Так. Ага, промахнулся. Блин, я что, не взял Усаги что-то с собой? Ну точно, ребята, блин. Я думаю, что у меня двойных атак нету? А Усаги-то не взяли мы. Так, перепрыгиваем лазеры. Донателла взяла место Усаги. Ё-моё. Давай, давай, не лыпься. Радостно он там. В атаку. В атаку. Что, понеслась? На тебе, для начала. Смертельная волна. Бумс. Шипы. И укус. Всё, друзья, вот тебе весь крэнк. Жидкоголовый. Естественно, ребят, победа. Куда же без неё? Ну вот, победили. Отомстили. И забираем с тобой награды. Мало того, что забираем, мы ещё и открываем сундуки. Собрать. Ну, здесь абсолютно ничего нам не нужно. Собрать и сбросить. Ну что, давай по одному, наверное, открывать. Пока ничего тут такого супер-пуперского мы не видим. да, да, жаль. Ну, Так, так и так. Ну, стандарт. Чистый стандарт. Не отнять и не прибавить. Фух. Насыщенная была серия. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Ещё раз вас с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова